Эвандер Холлифилд родился 19 октября 1962 года в американском городе Атмар, штат Алабама. Начал заниматься боксом в 12 лет и выиграл несколько юношеских турниров. В 1983 году Холлифилд попал в любительскую сборную США по боксу и принял участие в панамериканских играх в Венесуэле, где выиграл серебряную медаль. На летней Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе Холлифилд стал обладателем бронзовой медали. В полуфинальном бою он уверенно побеждал новозеландца Кевина Берри, но когда рефери прекратил поединок ввиду явного преимущества американца, Холлифилд ударил соперника после остановки боя, за что был дисквалифицирован. В итоге ни один из боксеров не вышел в финал, и золотую Олимпийскую медаль без боя получил победитель другого полуфинала Югослав Антон Йосипович. Дебют Холлифилда на профессиональном ринге состоялся 15 ноября 1984 года. Американец начал выступать в первом тяжелом весе, в то время до 86,2 килограмма, сейчас до 90,7 килограмма. В декабре 1986 года он завоевал звание чемпиона мира по версии ВБА, Всемирной боксерской ассоциации, а к апрелю 1988 года стал первым в истории первого тяжелого веса абсолютным чемпионом, объединив титулы по версии трех ведущих организаций WBC, Всемирного боксерского совета, ВБА и IBF, Международной федерации бокса. После этого Холлифилд перешел в тяжелый вес и, одержав шесть побед, получил право на бой с абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном, Майк Тайсон. Однако 11 февраля 1990 года Тайсон потерпел неожиданное поражение от Джеймса Дагласа, Джеймс Дуглас, более известного как Бастер Даглас, Бустер Дуглас. 25 октября 1990 года Холлифилд победил Дагласа нокаутом в третьем раунде и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В ноябре 1992 года Холлифилд потерпел первое поражение на профессиональном ринге от своего соотечественника Ридика Боу, Ридик Бо. В дальнейшем он еще трижды становился чемпионом мира, но звание абсолютного чемпиона завоевать не смог. В апреле 1994 года Холлифилд неожиданно проиграл Майклу Муреру, Майкл Мура. Уже после боя выяснилось, что Эвандер страдал болезнью сердца, врачи обнаружили, что один из желудочков сердца был недостаточно развит. Боксер объявил об уходе из спорта, но вскоре познакомился с телевизионным проповедником Бенни Хинном, Бенни Хин, и заявил, что тот помог ему справиться с недугом. Врачи подтвердили, что Холлифилд был здоров. В мае 1995 года он вернулся на ринг. В 1996-1997 годах Холлифилд провел два боя с Майком Тайсоном и одержал две победы. 9 ноября 1996 года он выиграл поединок техническим нокаутом в 11 раунде. А 28 июня 1997 года Тайсон был дисквалифицирован в третьем раунде после того, как дважды укусил Холлифилда за ухо. Кусок уха Эвандера был откушен, но затем его нашли и пришили. В 1999 году Холлифилд, в то время владевший титулами WBC и ВБА, дважды встречался с чемпионом IBF Леноксом Льюисом, Ленокс Льюис, из Великобритании. По итогам боя, состоявшегося 13 марта, судьи определили ничью, и каждый из боксеров сохранил свои титулы. Это решение арбитров считается одним из самых скандальных в истории бокса, так как, по мнению большинства болельщиков и экспертов, бой проходил с большим преимуществом Льюиса. 13 ноября 1999 года англичанин победил Холлифилда по очкам и стал абсолютным чемпионом мира. В период с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года Холлифилд потерпел три поражения подряд. После этого атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила его от бокса, сославшись на то, что спортсмен в силу возраста утратил профессиональные навыки, и дальнейшие выступления на ринге сопряжены с риском для его здоровья. Тем не менее, Холлифилд успешно прошел многочисленные медицинские тесты и в августе 2006 года возобновил спортивную карьеру. К июню 2007 года американец одержал четыре победы подряд и значительно поднялся в рейтингах ведущих организаций. 9 июля 2007 года Холлифилд подписал контракт на бой с чемпионом мира по версии WBO, Всемирной боксерской организации, россиянином Султаном Ибрагимовым. Поединок состоялся 13 октября 2007 года в Москве во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Ибрагимову со счетом 117-111, дважды, и 118-110. Таким образом, Холлифилд не смог стать первым в истории тяжеловесом, которому удалось бы завоевать титул чемпиона мира пять раз за карьеру. После боя с Ибрагимовым американец заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру, а сделает еще одну попытку стать чемпионом мира. Всего на профессиональном ринге Холлифилд провел 53 боя, из которых 42 выиграл, 27 нокаутом, 9 проиграл и 2 свел в ничью. Холлифилд был трижды женат. В настоящее время его супругой является Кэнди Смит, Кэнди Смис. У боксера четверо детей от разных жен, Эвендер младший, Ивен Джеэр. Эшли Эшли Эбон, Эбонне, Эвен Юин. На ринге Холлифилд получил прозвище The Real Deal, примерный перевод то, что надо, и The Warrior, Воин.